Всем привет, с вами Глент и вы на моём канале. Добро пожаловать во вторую часть Засмеялся, задонатил челлендж. Прошлая часть набрала уже 260 тысяч лайков. Вам очень понравился такой концепт ролика. Во-первых, в этом ролике вы сможете и посмеяться, и посмотреть на искреннюю реакцию стримеров. И сразу же предлагаю вам челлендж. Если этот ролик наберёт 250 тысяч лайков, мы под Новый год снимем новогоднюю версию такого ролика, где будем донатить не по 2 тысячи за каждую смешинку, а по 5. Скорее всего, эмоций у стримеров будет больше, и вы почувствуете эту новогоднюю атмосферу. В общем, прямо сейчас спустите под ролик, нажмите на лайк, сделайте вложение в своё новогоднее настроение прямо сейчас. Для вас это будет бесплатно, просто нажмите на кнопку лайка, ну а мне это будет стоить денюшек. Ну что ж, уже по традиции заходим на ютуб. Ой, а что тут открыто? Время просмотра подписчиками без подписки 55,9%? Офигеть! Минус 0,1% людей без подписок. Ну, просто напоминаю вам, что мы стремимся к 50% людей, которые смотрят ролики без подписки. А теперь давайте загуглим меме компилитейшн, да? Компилитейшн, неважно. Вот просто посмотрите на первую превьюху. Ну всё, сразу понятно, я уже готов смеяться. Если кто-то до сих пор не понял правила, всё очень просто. Мой один смешок стоит 2000 рублей. Если я смеюсь, получу стримеру 2 косаря. Всё, надо забыть, что мне вообще когда-то было смешно. Вообще, мне не смешно. Открываем ролик, и в принципе мы готовы. Фух, надеюсь, вы тоже. Погнали! Happy birthday! Так, всё. Очень-очень странный ролик. День рождения. Человек играет в пиньяту. Ну вот что может пойти не так? Спойлер, всё может пойти не так. Так, всё. Фу-фу-фу-фу-фу. Оу-у-у. На самом деле, было ожидаемо, поэтому у меня только немножко слёзки подтекли сюда. Но смеяться так, не захотелось. Смотрим дальше. Вы заметили скрытного солдата? Хорошо, что я заметил его в самом конце ролика, и в принципе было не так сильно смешно. Ребята, обязательно напишите в комментах, на каком моменте вы посмеялись. Это очень важно. Сразу буду понимать ваше чувство юмора. А если вообще не посмеялись, то так и напишите, это тоже интересно. Итак, крыса. Что-то будет делать крыса. Ух, это вообще не смешно, это меня испугало. Ну не прорвало, не ожидал, вообще не ожидал. Человек бежит с унитазом, чё... Ха-ха! Я же ожидал! Ну я же ожидал этого падения. Ладно, окей, заплатим 2000 стримеров. На счету стримеров уже 2000 рублей, давайте идти дальше. Знаете, в чем проблема? Я вообще не понимаю перевод этого текста. Надеюсь, здесь нет ничего оскорбительного. Ну просто его смех. Я с этого мема уже смеялся. Я два раза платить не буду. Еще приди. Нет. Какой смех 4 заслуживает уже козыря. Засмеялся, проиграл. Засмеялся, проиграл. Реально? Так это уже 6 получается в целом в банке. Я не знал, я думал с одного и того же ролика можно смеяться сколько хочешь. Ладно, хорошо, я возьму на себя этот челлендж. Я заплачу за этот ролик 4000 рублей. И попытаюсь не посмеяться еще раз. Ну я же не должен. Нет, не засмеялся. Не было, не было, не было. Поставь камеру на паузу, пожалуйста. Нет. Ух, я не посмеялся, идем дальше. Так, спит собака. Она не спит. Ей. Неожиданно, очень неожиданно. Что за стильная прическа у чувака? Что? Так можно было? Но это не смешно, это даже интересно. Я не ожидал, что так вообще возможно. Ты что делаешь? А я знал, а я знал, что этим все закончится. Я знал, это самое опасное. Мокрое полотенце. Когда ты делаешь мокрым полотенцем морковочку в сутку, ты можешь случайно зарядить самый опасный снаряд в своей жизни. Так печет. Кота снимают снизу, уже опасно. Не смешно. Ой. Ну ничего, можно склеить в принципе. Неожиданно. Ну вот, собаку не видно, она спряталась объективно. Вот это неприятно. Не смешно. Я ожидал, что он сворует пачку чипсов. Какой неприятный удар. Ничего страшного, ты научишься на своих ошибках и больше не будешь заводить на газонокосилку. Ребята, я давно хотел поделиться с вами супер находкой. И барабанная дробь, это ТВС наушники HA-A7T от компании GVC. Вы только посмотрите на эту матовую отделку. Просто вау. Один из плюсов наушников, это 6 часов работы без подзарядки. Ну и плюс 9 часов работы от заряженного кейса. Также наушники поддерживают кучу голосовых помощников. А также имеют драйвер 6 миллиметров с неодимовым магнитом. Глаз защиты IPX4 и Bluetooth версии 5.0. Ну, вы знаете, это просто восторг. GVC выпустили их в 4 стильных цветах. Черный, голубой и розовый. У них даже насадки в цвет корпуса. Ну, вы представляете, какое внимание к деталям? Каждый может выбрать наушники на свой вкус и настроение. Кстати, в магазинах ДНС уже начались новогодние скидки на эти наушники. Так что скорее переходи по ссылке в описании и покупай крутые ТВС наушники. А7 от компании GVC. Чуть не поймали меня. Было неожиданно. Это умиляет меня. Это не смешно. Просто собака и сосульки. Так, написано броу и скелет. Опасно, опасно. Я знаю примерно такой стиль видосов. Это будет смешно. Я вот уверен. Сейчас нужно собраться. Ну, поиграл в волейбол. Он лед засунул в кипяченое масло. По-моему, там все. Так, мужик хвастается бассейном. Ну, ладно, хорошо. Это смешно. Не такая разрывная, конечно, но смешно. Просто прикиньте, он снимает видосы и говорит, ребята, посмотрите. Это самое крепкое стекло. Его невозможно разбить. Просто никакой удар его не остановит. Я врубил другой ролик. Давайте его посмотрим. Кенгуру. Нормально все. Они же умеют плавать. Кенгуру. Мемы со школы. Американской. Опасно. А Могус идет в школу. Блин, уже десятка накопилась. Ну, давай, тосты на тебя, сработай. Ну, давай, давай. Срабатывай. Не смешно. Блин, еще минус 2000, но я обожаю неожиданные приколы в видосах. Это просто что-то с чем-то. Так, обвод. Ой, какая обводочка. Какая же была обводочка рукой только что. Ох, ох, ох. Что ж творит. Ух, я реально еле сдержался. Это максимально было неожиданно. Челл Бургер в карман засовывает. Ну, зачем? Зачем? Почему он это делал? А что с собакой? А что за Drum'n'Bass? Ой, 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 ой. Я пытаюсь помочь маме с готовкой. Нормально, держимся. Я и так уже 12 тысяч должен задоназить. Так, кот пытается попить воду в стакане. Ну, зачем? Ну, почему? Налейте ему больше. Что он творит? Сами виноваты. Нужно было нормально поить кота. Первый блин комом. Ничего страшного. 14 кассырей уже должен задонатить. Так, батарею пытаются достать или вынять откуда-то. Стоп. Ничего смешного в этом нет, ребята. Вы слышали звук в конце? Ты что сделал со стеной, братишка? Ой-ой-ой, ой-ой-ой, чел. Закрывайся руками дальше. Все пацаны почувствовали эту физическую боль? Оператор сайвит камеру. Он еще вот так вот делает. Ой-ой-ой, собака, собака. Ой, открыла холодильник. Она так специально сделала? Мемы из Майнкрафта. Это вообще лучшее, что могло придумать человечество. Вы посмотрите, насколько идеален этот видос. За мужиком гонится птица. Он с бокалом. И просто бам. На этом ролике подошли к концу. Предлагаю заходить и донатить стримерам. Ну что, я уже нашел первого стримера. Он стримит Майнкрафт. Он выглядит очень по-взрослому. Мне кажется, ему лет 25. У него очень-очень ламповый стрим. И прям реально не жалко ему задонатить. У него очень красиво выглядит Майнкрафт. И сейчас он сажает пшеницу. И разводит курочек. Я принял решение донатить каждому стримеру по 4 тысячи. Итого у нас будет 4 стримера. Давайте задонатим первым. Подпишемся, Глент. Напишем, удачи. Очень клевый стрим. И 4 тысячи отправляем этому прикольному человеку. Спасибо. Ни хрена себе. Музыка с авторскими правами. О, закончилось. Спасибо огромное. Ты что делаешь, чувак? Спасибо большое, блин. Я в шоке вообще. 4 косаря. Просто е-мое. Я не знаю. В чате спрашивают, кто это? И стример отвечает, я не знаю. Ну ты, блин, я не знаю. Шейх просто. Я шейх. Желаю этому стримеру только процветания. Потому что у него реально очень все уютно выглядит. Все приятно. Звук хороший. В общем-то, давайте идти к следующему. Я нашел еще одного стримера по Майнкрафту. На самом деле, я делаю это не специально. Просто листаю стримы и нахожу. У него 7 зрителей. Он стримит уже 2 часа. И мне кажется, самое время его получить донат от нас. Пожелаем ему удачи и хорошего настроения. Минимально донат 3 рубля у человека. Нифига себе. Ожертвовать нищему. Ну, не надо так о себе. Итак, мы задонатили. Мяусь, да! Чего? Глент, 4 тысячи. Ты что, е... Что происходит? Тише-тише-тише-тише-тише-тише-тише. Глент, спасибо! Что творит Глент? Ну, по крайней мере, чел меня знает. Это уже приятно. Я игру себе куплю. Ну, я себе игру куплю, получается. Какую? Какую игру он хочет себе купить? Скоро Андрей Бош играет в Человека-паука другого. Человека-паука хочет купить? Прикольно! Ладно, пока что подтягиваем. А, ненавижу рулетку, Глент. За что? Я тебе задонатил, алё. Он куда пошёл? Он пошёл в трусах? Пошёл потягиваться? Ну всё, позанимайся спортом, ничего страшного. Всего тебе доброго, мы идём к следующему стримеру. Ребята, мы тут нашли стримера. И он только что говорил, что у него не тянет GTA San Andreas на нормальных ВПС. У него всё лагает, но он продолжает играть. Прикиньте, насколько ему это нравится. И у него в топ-донатерах за 2021 год MC Дима, который задонатил ему 1 рубль. Давайте это срочно исправим. Мне кажется, человек достойный этого доната. Мне кажется, это подтолкнёт его, чтобы дальше делать контент. Задонатим 4 тысячи рублей. Желаю творческих успехов. Оп, обработка платежа. Пьюм, улетело. Ой, он пропал, он выпал из кадра. Это сколько? Глент-то то это. Ты кто? 4 тысячи рублей. Стоп, погоди, стоп. Подожди, братанчик, братан. Я что-то это, вылетел на окна. Слушай, поради голову, всё. Это настоящие деньги. Нифига себе, у него комиссия. Чего? Глент, братан, гратишка, огромное спасибо за такую огромную сумму. Тебе тоже, я желаю, огромных успехов в жизни и т.д. и т.п. Чтобы ты нашёл себе красивую девушку, тебе всё было отлично. Кто-то, ну, блин, я, я это, я, ну, я не понимаю. Ну, это вообще, ну, это вообще, ну, это... Он скрин. Чем при том, это настоящие. Он сейчас начал проверять, или у него тот вывод денег стоит, чтобы случайно не скинуть кому-то на другую карточку эти деньги. Просто в шоке. Всё, 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 давай, продолжай стримить, хватит меня благодарить. Надеюсь, что ещё чуть подкопишь, и купишь себе хорошую видеокарту, чтобы у тебя не лагало, как ты и хотел. У нас всё равно какая-то солянка по стримерским играм. Сейчас мы будем донатить чуваку, который стримит стенд-офф 2. Кстати, у него здесь есть всякие расценки, модерка, вызвать один на один. То есть и где один на один? Ладно, давайте задонатим. Ему, соответственно, тоже донатим 4 тысячи, желаем ему удачи и лёгких каток. И донат пошёл! Мне интересно, он просит играть в игру или продолжит? Вот самый главный вопрос. Обалдеть, 4 тысячи! Так, подключился его друг. Удачи и лёгких каток, Глент, огромное тебе спасибо! Не за что, не за что, всё, спокойно, не разгоняемся. Кто это так задонил? В смысле, кто? Я же подписался, ребят. Всё, не за что, не за что, продолжай стримить. У него, кстати, есть нож стенд-офф 2, у меня нет. Надо будет когда-нибудь пооткрывать кейсики стенд-офф, но вам предлагаю заканчивать. Вот такой вот засмеялся задонатил у нас получился. Если он вам понравился, обязательно поставьте этому ролику лайк, если ещё не поставили. Подпишитесь на этот канал, с вами был Глент, всем пока!